ну что доброе утро всем кто присутствует в разных частях мира сейчас представляете вообще какая вообще уникальная вещь что люди по всему миру могут одновременно сидеть и слушать да и здесь вот приходят в киеве тоже некоторые очень странные ребята но да 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 давайте все яков шатадин здесь значит мы начинаем мы остановились 11 глава и сейчас мы находимся 23 отрывок то есть мы закончили о том что красота если она не подтверждена да всем привет всем привет лилия берман мы закончились на том закончили на том тот раз что как золото украшение в носу у свиньи также женщина красиво но которая не хватает хороших качеств характера теперь дальше 23 отрывок нам говорит такую вещь совсем переходит он на другую тему и он нам говорит так тават садитим ахтов того вообще слово переводится вожделение вожделение от садиков только добро и текват решаем евро значит а надежда злодеев она проходит ну как бы проходит переходит исчезает значит опять надо разбираться словами то есть есть вот чем евреи ты так как лошона кодыш это язык которым бог сотворял мир и каждое слово имеет очень глубокую такую сущность то есть его его этого слова значения это прямо вот так устроена реальность да бог там своими словами сотворял мир и сказал бог стало так и он говорил именно вот этими словами то есть это как суть суть вещей теперь значит тава вожделение это когда человек просто что-то хочет да это это показывает слово стремление да вот он хочет что-то теперь киква надежда это он хочет и он уже конкретно надеется это получить такому-то числу вроде как цель у него уже есть да значит садик он хочет только добро это как бы определение садика цадика что его желание вожделения он направляет только на вещи которые называются добро то есть они относятся как мы знаем кто такой царик то есть некая система которая вот человек живет в мире он живет в системе каких-то правил и у каждого человека вот его спросил ты сейчас что делаешь он скажет я добро делаю и бьет в это время другого отчета бьешь другого но потому что я положено ему то есть каждый человек чтобы он не делал он думает что он делает добро то чтобы он не делал каждый человек а как нам шло мама коррете объяснял колиши шар бейна в каждый человек прямо в своих глазах то есть если он что-то делает так он делает он считаешь он правильно делать но бывает что системы координат что такое правильно что такое неправильно что такое добро что такое зло они искривлены и то что для одного добро он это называет добром например как я много раз приводил в пример есть система мировоззрения, воровские понятия, в которых полностью воровские понятия, честные, вор, то есть как-то они сместили такие вещи, которые, казалось бы, не смещаемые. То есть любой человек может придумать себе систему мировоззрений. Карл Маркс придумал систему у богатых отобрать, бедным отдать. Бедным тоже не отдавать, он сказал. То есть все как бы общее, но никому не принадлежит. Ну какая-то странная система, да? А как у богатых забрать? А они злодеи, мы их называем злодеями, и если они не захотят отдать свое имущество, то мы их убьем. Почему? Ну как, если они злодеи, их же можно убить. То есть Карл Маркс придумал какую-то систему, и дальше люди в эту систему верят. То есть каждый человек живет в рамках некой системы, где есть добро и зло. Теперь, если человек верит в Бога, то он понимает, что есть создатель мира, который создал мир, и который назвал это добро, это зло. Это как раз было дерево познания добра и зла первое. И он сказал человеку, не трогай с этого дерева, ты не можешь менять местами. Если я этот мир установил, это добро, это зло, все. А что сделал первый человек? Когда он взял плод этого дерева, то он начал менять местами понятия добро и зло. И он начал сдвигать эти понятия и жить уже в своем иллюзорном, под себя крик, то есть жить в своем придуманном мире, который уже не совпадал с миром, который создал Бог, в понятиях добро и зло. А когда ты выходишь из понятия добро и зло Бога, то тогда идет наказание или идет поощрение. То есть Бог сказал, что все равно мир мой. И мир будет двигаться именно так, как я сказал. Если вы нарушаете, значит вы как бы сами себя наказываете, да, скажем так. Теперь, значит, кто такой цадик? Цадик это тот, который выполняет волю Бога и который делает добро именно исходя из того, что Бог назвал добро. И цадик по определению, вот этот праведник, это тот, кто борется с собой. То есть у него есть побуждения, которые плохие. И Бог специально так сделал человека, чтобы у него было побуждение козлу. Чтобы человек мог его преодолеть, стать цадиком и получить награду. Вот такая примерно схема. Теперь таова цадитим ахтов. Значит, вожделение, желание цадиков, оно только добро. Здесь написано. То есть у цадика появляются, естественно, а вот эта сила, которая человека совращает, это воображение. Вот этот змей, который совратил первого человека, это было, он зашел в воображение. И у человека вот эти вот картинки, которые мозг его создает, они обычно его ведут в сторону зла. Так работает система. И цадик, он берет эти картинки, он их перекручивает и ведет себя только к добру. Это цадик. Поэтому написано. Таова цадитим ахтов. То есть вожделение цадиков только добро. Настоящее добро. Тикватры шаим авра. А надежда злодеев, она пройдет впустую. Что значит надежда злодеев пройдет впустую? Это значит, что вот есть злодей, он себе понаставил цели каких-то там. Даже это пускай будут просто материальные цели, но там нет никакого духовности, нет никакого бога в этих целях. Все равно это пройдет впустую. Даже если он достигнет эту цель, да, все равно это будет впустую. Ну достиг он, но он заработал еще чуть-чуть, ну купил еще одну машину. Ну у него там что-то получилось. В общем, все равно это все проходящее, да. А когда ты достигаешь духовные цели, или цели добра, или выполняешь заповеди, духовный рост и так далее, то это навсегда остается с тобой. То есть ты в духовном плане, ты поднявшись, получив какое-то достижение, ты уже идешь выше, выше, выше. И на вечность ты уходишь с этими достижениями, которые ты сумел в этом мире достигнуть. Дальше. Два четвертый отрывок. Значит, написано так. Еш мифазер веносав. Вот. Есть, который мифазер, это он разбрасывает, да, разбрасывает, а ему добавляется еще. В хосех мишер ахли максор. А есть, который он все собирает, собирает, не отдает, и ему все равно одни убытки у него. Да, максор, то есть ему все время не хватает. Значит, о чем здесь говорится? Значит, в принципе, Тора нам четко, вот чем хорошо изучать Тору, что Тора нам четко установила границы всех действий. То есть есть правила, которые от Бога пошла система, мудрецы эту систему, зная всю систему, они установили нам правила, как правильно жить. И по вопросу, сколько раздавать, мудрецы сказали, что человек должен, первое, он должен 10% своих доходов отдавать, да, на благотворительность, на хорошие цели, чистых, да. Ну, там есть нюансы, я сейчас говорю в общем схему. Дальше. Он, помимо этого, должен делать сдакут. Сдака – это действие, которое милосердие, там, тут дал чуть-чуть, там дал чуть-чуть, здесь помог. Не обязательно, это какая-то финансовая помощь, ты можешь просто кому-то улыбнулся, сказал здрасте, там, что-то хорошее человеку сделал, это уже дзнака, да, когда ты это делаешь для цели, ну, помочь кому-то, сделать добро, да, это тоже называется все дзнака. Теперь сказали мудрецы, что максимум можно раздавать до 20%, до пятой части. Почему? А потому что не нужно, чтобы ты стал бедным, нужно, чтобы ты зарабатывал, у тебя было и ты помогал, не надо все раздавать, ну, а потом самому что делать. Значит, до пятой части можно раздавать, но есть люди, которые называются это мифазер, он раздает больше, он просто прямо раздает, всем помогает, давай, там, вообще, вот есть люди такие, которые все раздают, да. Так он говорит, бывает такое, Еж говорит, существует такая-то, такая ситуация, что он все раздает, а ему добавляется, он все раздает, а ему приходит больше и больше. Откуда это приводят примеры? Такого человека, про него идет слава, что он богат, и все хотят с ним иметь дело, все хотят ему помогать. Я знаю такого одного человека, который, могу даже сказать, кто это, Александр Борисович Фельман, да, вот, экопарк он сделал сейчас, он все за свои деньги, и он всю жизнь, он всем помогает. Он помогал, он добрый такой, он прямо раздавал, и я знаю одну историю, как он, ну, в общем, из-за того, что он отдал последние деньги, которые у него были, он получил там огромные потом деньги, причем совершенно неожиданно. И он именно человек, который, вот, его доброта и отдача, она, ну, нереально огромная, да. И есть такая ситуация, что он раздает, а ему добавляется. А есть те, которые, они все время там экономят, прописывают там каждую, ну, то есть, ничего, не просто лишнего не отдают, а прямо, ну, такие. И у них все время не хватает, там пробой, здесь пробой, там пробой, здесь пробой. Хотя, казалось бы, из-за того, что он все время боится потерять, и он все время, как сказать, хосех, ну, то есть, он зажимается, то у него, ему и не хватает. Тоже есть другой пример, тоже у меня есть один знакомый, он из таких вот щедрых людей, да, мифазер, то есть, он реально прямо раздает. И он, его все любят, у него вот прет ему, да. И он мне все время, а я все-таки ближе к, ну, к тому, чтобы, то есть, ну, не знаю, вот, это все идет из детства, из воспитания, из каких-то там примеров из дома, все, то есть, есть люди, которые все раздают, есть люди, которые зажимают. Вот, он говорит, в жизни так бывает, что зажимая, ты, наоборот, у себя крадешь, и раздавая, ты, наоборот, добавляешь себе во многом. Но он говорит, ешь, то есть, в принципе, если ты действуешь по правилам, десятую часть отдаешь, еще делаешь закуту, это, в принципе, достаточно для того, чтобы быть полностью, Бог даже сказал, что тот, кто отдает десятую часть, он говорит, меня проверять нельзя, но в этом можете меня проверить. Тот, кто, Маасер, дает десятую часть, тот разбогатеет. Да. Ли Асер, это, Эсер, это пишется точно так же, как Ли Ташер, как богатство. То есть, тот, кто дает десятую часть, он разбогатеет. Прямо, Бог где-то в пророках, он сказал, вот в этом можете меня проверять, это я утверждаю. Теперь дальше, 25-й отрывок. И если, вот, как раз Ольга Сигал, очень рада, что мы есть, можно выбрать, например, какого-то раввина или какие-то материалы, которые вам нравятся, и, например, помогать распространению Торы, это классно. То есть, самое лучшее, куда вкладывать деньги, это распространение Торы или помощь другим, чтобы они обучались какой-то профессии. Это самая лучшая помощь, потому что главное не дать человеку рыбу, а дать ему удочку, научить ловить рыбу, чтобы он потом не нуждался. И это самая большая помощь, помогать людям получать профессии, чтобы они могли сами зарабатывать, и распространять Тору, потому что без Торы человек не знает, куда идти, он все равно уткнется где-то в тупик, в стену. Поэтому две вещи, они первоочередные в датье, помогать распространять себе Торы, и вторая, помогать получать профессию. Дальше, 25-й отрывок. Значит, здесь очень это сложное, сложное такое вот для меня предложение, потому что все слова редко используемые. Значит, если мы посмотрим, вот, нефеш, браха, ты душа. Значит, нефеш, браха, душа, которая делает благословенная душа, она будет насыщаться, дословно переводится, да? Нефеш, браха, ты душа. Слово браха, благословение, это переводится как увеличение. То есть, даже все буквы там, бет это два, реш это двести, каф это двадцать, и все эти буквы, они как бы в десять раз увеличиваются. Ну, не в том порядке, но браха это, вот мы говорим, баруха та ашем, благословен ты Бог. Что мы имеем в виду? Чтобы Бога стало больше в нашем мире. Когда ты произносишь благословение, ты увеличиваешь присутствие Бога в этом мире. Вот это слово браха. Так он говорит, нефеш, браха, ты душа. Душа, в которой есть вот это благословение, увеличение. Потучнеет, переводится на русский язык. Ты душа, она это, она потучнеет. То есть, она будет полнеть, да? Жирненькая будет такая, да. Так, нефеш, имеется в виду. Теперь я понимаю, почему есть очень много таких раввинов полных, да? Потому что, и даже в Марии в Талмуде рассказывается про Раби Лазарсин, Раби Шиман Барюха был очень полный, да? Раби Лезар был очень полный. Раби Йоханан был полный. То есть, вот это отсюда они были полные. Что написано, благословенная душа потучнеет. Вот они потучнели. Значит, Марвэ, это тоже из этой же серии. Кто питает, тот будет напитанный сам. Значит, тот, кто Марвэ, гам у ю ре. Значит, тот, кто питает других, он сам напитается. Значит, здесь, если говорить по-простому, то переводится, что... Есть история в Талмуде, очень... Не в Талмуде, это в Танахе тоже история. Когда Сефер Руд, Медилат Руд. Значит, Медилат Руд, это свиток Руд, который читается про... Она про бабушка царя Давида, как она прошла Ди-Юр, пришла в Израиль. И начинается Медилат Руд с истории, как был Эли Меллах, один из самых главных людей в народе Израиля. И началась голод. И он для того, чтобы сохранить свое богатство, свое имущество, так он решил уйти. Потому что все приходили к нему, и все у него просили деньги. Он понимал, что или он сейчас все раздаст, ну, или он не может им сказать нет. Потому что если ты говоришь нет людям, то это тоже преступление. И он думал, как быть? Все раздать, я не хочу. Говорить людям нет, я не хочу. И он просто собрался, закрыл все там свои... Ну, где у него были какие-то наделы, поля и все. И ушел. Думает, пойду, сейчас поживу в Моаве. И он ушел в Моав. Пришел он в Моав, поселился там и с сыновьями, с двумя... Сыновья его женились на девушках-маавитянках в это время. Как раз вот в нашей недельной главе. И в итоге умирает он, умирают его два сына. И они остаются вообще без ничего. И остается одна только она, Моаве, его жена. И она, значит... То есть он ушел, чтобы спасти имущество. В итоге остается... Он умер, сыновья умерли. Остается... Да, потерял жизнь. И остается только его... Его остается жена. И вот дальше там и дело труд, как она вернулась. А одна из невесток сыновей Рут пошла вместе с ней, вернулась. Она перестанилась к еврейскому народу. И от нее потом пошел царь Давид. Это такая интересная история. Но начинается она с того, что он не хотел... Ну, в моменты голода он не спасал других людей, да? Теперь дальше. Вот и следующий отрывок, получается, 26-й. Он объясняет 25-й. Монеа бар и кву ле ом. Он говорит, что тот, кто... Монеа, это останавливает продажу хлеба, его проклянет народ. И у браха ле рош машбир. И браха благословение идет на голову того, кто продает машбир, это тот, кто продает хлеб. Как раз нам сейчас очень сложно понять вот эти все сельскохозяйственные выражения. Но раньше люди жили не так, как сейчас. Когда перешел в... Сейчас как люди живут? Самая большая проблема – это в супермаркете выбрать, что купить. То есть вот это по питанию. Сейчас главная проблема – это слишком обширный выбор продуктов. И люди из-за этого впадают в стресс. Ученые почитали, что сейчас один из самых главных причин стресса, что если бы... Ну, раньше ты приходишь, что есть там два вида еды, и ты выбираешь. А сейчас 22. И ты все время в таком, знаешь, напряжении, что выбрать. А раньше не было такой проблемы. У них была или есть еда, или нет еды. Все. То есть если есть еда, ты уже счастлив. Нет еды, значит, ты должен каким-то образом ее добывать. Все. Вот это у них была жизнь. То есть они жили в другой как бы системе координат. Теперь здесь рассказывается о том, что когда вдруг голод, а у тебя есть, то какое у тебя побуждение первое? Зажать. Но если ты зажал, у тебя есть хлеб, и ждешь, пока оно подорожает, а потом собираешься продавать, тебя проклянут. То есть ты вроде бы здесь наживешь, и это вообще такая... Как перенести это на современную бизнес-ситуацию? Что если ты действуешь по системе «выграл-проиграл», то есть ты хочешь выиграть за счет другого, то ты выиграешь, может быть, в материальном плане, но ты проиграешь в духовном плане. Потому что когда ты кого-то давишь, ну хотя мы видим Трамп, например, Дональд Трамп, он говорит, что я же его по принципу «выграл-проиграл». Он говорит, я не верю во все эти «выграл-выграл», то есть я, если с кем-то вступаю в конфликт, то будет один победитель, это я. То есть я его разорву на части, и это его как бы позиция. Мы видим, что он с такой позиции долез до самого влиятельного человека в мире. То есть... Все временно. Мы не можем сказать, что это не работает позиция. Но здесь написано, что обратная сторона медали, то есть тот, кто останавливает хлеб, ну, грубо говоря, да, его проклянет народ, и браха ли рош-маш-бир, а тот, кто отдает все время, то на него идет браха. Опять же, вот сейчас, например, Дональд Трамп, он китайца вон щимит, а американцы его благословляют, потому что он как бы, моя цель сделать Америку великой. То есть он для своих избирателей, то есть он выполняет свои обещания для своих. То есть тут тоже это все очень неоднозначно работает, да? Хорошо, значит, что это нам дает? Нам это дает выбор. То есть мы знаем, что, что первое, если ты раздаешь, то тогда бывает, что ты из-за этого именно и разбогатеешь и зажимаешь, именно это может быть причиной бедности, нехватки, да? И второе, мы знаем теперь, что тот, кто благословенная душа, тот, у кого есть избыток, или он чувствует, что у него есть избыток, то он будет напитан. И тот, кто дает другим, он будет, он сам получит. И здесь это переносится еще раньше, он вообще в Семишли, вот он в комментарии, он говорит, это все говорится про духовные вещи, это вообще не про материальные. И он говорит, это теперь про знания. Тот, кто знания зажимает у себя, у того не будет. Тот, кто узнает что-то и делится с другими, вот то, что я, например, всегда делаю, и то, что я побуждаю всех делать. Что-то узнал, расскажи другому, поделись своим знанием, да. То есть тогда у тебя будет знания прибавляться. Если ты узнал, но, типа, никому не скажу, буду сидеть тихо, то забудешь. Оно никуда, ну, то есть так устроена голова, что только если ты обучаешь, используешь, применяешь то, что знание, которое ты получил, оно тогда остается с тобой. Хорошо, значит, последний мы сегодня отрывок 27 изучаем. Это, значит, корень, сейчас мы в 27-м отрывке, мы изучаем корень позитивной психологии. Значит, тот, кто, написано, ждет добро, и он должен просить рацион. Он должен просить желание, дословно переводим. Значит, тот, кто ждет добро, попросит, будет просить желание. Ведурешраа, а тот, кто тоже просит зло, оно на него придет. Значит, что имеется в виду? Мышление человека так устроено, так вот сделал Бог, специально запрограммировал. Написано, что сердце злое от рождения. То есть сердце человека, его мышление, подсознание, оно запрограммировано на то, чтобы идти в сторону зла. Для чего? Для того, чтобы ты мог с этим бороться и перевести себя на сторону добра, стать садиком и получить награду. Это по-простому. Это написано в везде, это написано в Торе. В Торе в Хумаше написано Лев Адам Рамина Арав. Прямо в книге Берешит написано, что сердце человека Рамина Арав с его детства. У Бепета хата трувец, и в Эляхат шукато, и у входа лежит грех, и к тебе его стремление. Дальше этот смысл, эта схема, она видна во многих местах. Например, в Пертьевод написано АВРАТ САХРАИМИЦВАВЫ БРАХМИНАВВИРА. Гонись за заповедью, и убегай от преступления. То есть, почему я должен убегать от преступления? Оно гонится за мной. Почему я должен гнаться за заповедью? Оно убегает от меня. То есть, для того, чтобы была равновесная система. Понятно, что добро лучше зла, но тогда не было бы свободы выбора. Поэтому зло сделано привлекательным, а добро ты должен сам сделать привлекательным. То есть, ты должен сделать усилие, чтобы оно стало привлекательным. И здесь нам объясняется, что тот, кто гонится за добром, он должен вначале попросить рацион, попросить желание. То есть, у обычного желания направлено на плохое. Теперь, если я хочу гнаться за хорошим, то я должен в молитве просить Бога, дай мне желание к Торе, дай мне желание служить тебе, дай мне желание двигаться в правильном направлении, и нужно пробуждать себе это желание. То есть, тут двойную надо сделать работу. Тот, кто хочет идти в сторону добра, ему нужно вначале себя на это накрутить, пробудить желание. А тот, кто дореш-раа. Дореш – это, значит, голова сама, она производит мысли в сторону зла. То есть, всякие картинки, которые в голове у человека, они его вот все, что воображение подгоняет человеку, оно ему подгоняет именно что-то, ну, или запрещенное, или аморальное, или ведучее к ожирению. Все. То есть, вот это вот воображение работает только в этом направлении. Теперь, в хорошем направлении, как бы представить себе, что я делаю митцву какую-то, и от этого учу Тору. Давайте представим, я сижу с книжкой, белая книжка, черные буквы, я сижу в Бэтмидраше, где там, и что это? Это вообще непривлекательная картинка. То есть, чтобы ее сделать привлекательной, нужно очень сильно постараться. Теперь, а теперь давайте представим, пляж, пляж, значит, да, да, дальше не надо продолжать, потому что сразу тут пиво холодное, там, ну, все, оно прямо само всплывает совершенно легко и без напряжения. Теперь, тот, кто Дорешра, тот, кто запускает себя вот в этот вот негативный, ну, не обязательно это негативный, да, то есть, подсознание человека может или вести его к преступлению, к запрещенным вещам, или пугать. Вот две главных, как бы, темы, когда ты отпускаешь свой мозг, он тебя или пугает, или он тебя соблазняет сам по себе. Теперь, если ты это отпускаешь на самотек, то оно приходит. То есть, тогда мышление, если ты долго о чем-то думаешь, то оно как раз производит именно в реальность, да. Вот это то, что здесь написано, что тот, кто ждет добро, он должен и вакэш рацион, он попросит, он должен пробудить у себя желание в этом направлении двигаться, и вакэш попросит у Бога, чтобы Бог дал ему рацион. Когда мы говорим о чем-то хорошем, то молитва так звучит, ей рацион мелифонека, пусть будет воля перед тобой, чтобы я двигался в правильном направлении. То есть, это молитва, мы просим Бога, чтобы он свою волю направил, и мы просим себя, чтобы мой рацион двигался в правильном направлении, мое желание. Теперь, а если отпустить себя, и мышление само ведет себя дальше, вэдурэш раа, тот, кто, дурэш, лидрош, это, ну, ткать это тоже. То есть, тот, кто просто этот процесс запускает, мышление в сторону зла, или в негатив, или в беспокойство, или в страхе, или наоборот, вожделение. То есть, любое мышление, когда ты его отпускаешь в том направлении, как написано, твое оно. То есть, именно оно его и приведет. То, о чем ты думаешь, оно приходит в твою жизнь. Все, дорогие друзья, значит, что мы сегодня выучили. Давайте посмотрим, какие уроки можно сегодня извлечь. Три главных урока. Что цадик должен схотеть, вот, начали с 23-го отрывка, только хорошее. То есть, нужно заряжать свое мышление и хотеть хорошее. Этим определяется цадик. Теперь, чтобы хотеть хорошее, нужно попросить у Бога, чтобы он дал тебе силы, хотеть хорошее. И нужно себя настроить, чтобы, ну, прямо держать свое мышление в направлении хорошего, да? Теперь верующий человек, он создает добро, и он раздает, он помогает, он создает вокруг себя условия, чтобы был избыток, чтобы была браха, и Бог ему дает браху тоже. И, значит, ну, все, в общем-то, да? Это вот три вещи, которые я понял. Да, теперь напишите, пожалуйста, что вы поняли, что вы поняли, и три главных вещи. И поделитесь, потому что нельзя останавливать. Что-то узнал, что-то понял, расскажи трем людям, и когда три человека вы вслух хотя бы расскажете, еще я узнал такую дополнительную вещь, у меня была система сверхобучения 3П, а сейчас она будет 4П с сегодняшнего дня. Я вот именно сделал вчера, как раз прямо мне пришло открытие вообще. Была система сверхобучения 3П, когда ты поучился, нужно понять, что ты понял, потом, что ты планируешь сделать, и с тем ты поделишься. Это было раньше 3П. Сейчас 4П повторить нужно 3 раза. То есть нужно повторить на завтра, через неделю и через месяц. И тогда она навсегда остается. То есть если что-то важное для тебя есть, то ты должен себе поставить в плане, повторить это 4 раза по системе, которая называется Эббенгаузом, она, по-моему, называется. То есть чтобы не забывать, есть исследования, надо 4 раза повторить именно с такими промежутками. Через 15 минут, это как раз ты кому-то рассказал, на завтра, через неделю и через месяц. 4П, система сверхобучения 4П. Все, друзья, удачи, успехов, действуй, я знаю, ты можешь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова